Всем привет! Начинаем путешествие по нашему очередному соседу. Это страна, которая тоже мне нравится и город. Город это называется Стокгольм. Очень хороший город, но вот до некоторого времени там было очень спокойно, до тех пор, пока туда не заехали ребята с Востока. Хотя их там было много. Конечно, эти люди себя вели хорошо, потому что они просто ассимилировались, они уже были, в общем, гражданами Швеции. Те, кто недавно приехал. Ну, в общем, ладно. Ну, это лирика. Так вот, памятник. Хочу вам показать памятник. Он называется Святой Георгий и Дракон. Надо сказать, что это памятник, это копия настоящего оригинала. Настоящий оригинал из драгоценных порок дерева, покрытый золотом, находится в храме Святого Николая. Установлен на Купической площади он, этот большой памятник, то есть копия малого, который в храме, отлит в начале 20 века. Автор Отто Мейер. Так в чем дело? А дело в том, что злой призлой дракон прилетел на нашу землю и решил кого-то тут, конечно, съесть, найти жертву. И прилетел он не куда-нибудь, а вообще прилетел в Швецию. Вот, конечно, он нашел того, кого хотел съесть. Это была дочь короля прекрасная. Я, честно говоря, не помню, как ее зовут. Вот. Ну, конечно, на пути этому дракону, этому злу встал рыцарь Святой Георгий, который поверх дракона и защитил принцессу. Вот такая вот как бы история про вот эту память. Главная фигура в композиции Святой Георгий, конечно, он с мечом в руке на коне, под ногами которого лежит дракон повергнутый. Позади постамента расположена скульптура принцесса. Платье состоит со сложной в мольве руками. Благодарит, видимо, Святого Георгия. Ну, и фигура, конечно, Георгий изображает мужество Швеции, самого короля-победителя дракона датских захватчиков. То есть, дракон это датские захватчики и принцесса. Принцесса олицетворяет столицу Швеции Стокгольм. А в основании можно рассмотреть тела людей, этих жертв дракона этой вот войны, которая была между датчанами и шведами. Существует такое поверье, что под памятником находится мощь Святого Николая Склеп. Ну, так говорят, во всяком случае. Любые легенды и сказки, это же интересно, это здорово. Памятник был установлен в честь победы шведских хвост над датчанином в 1471 году. Сражение при деревне Брюнкеберг. Вот такая вот история. Вот, собственно говоря, и все. Какой-то дурак повесил вот на лицо какую-то маску Святого Георгия. Ну, бывают люди такие и не только, но и в Швеции. Вот. И вообще, всем рекомендую, конечно, если будет возможность съездить в Стокгольм. Люблю этот город побродить. Очень интересно. В курсе сходить показали, рассказали про город. Ну, вот он чем-то похож на Петербург. Наверное, Петербург похож, конечно, на Стокгольм. И вообще, в Стокгольме я вот лично люблю. И по всей видимости, он меня тоже любит. Потому что, как правило, когда я приезжаю, там шикарная погода. Хотя до этого там за два-три часа или мел снег, или была вьюга какая-то такая серьезная, или шел проливной дождь. А я приезжаю раз, и солнышко светит. Это к вопросу еще о том, что просто надо любить какой-то город. И город будет тебя любить. Так вот. Вот. Все. Пока. Всем привет. До свидания. Показал вам скульптуру. Памятник Святого Георгия на коне, который поражает дракона. Олицетворение Победы Швеции над датчанами. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok